Привет, меня зовут Кира. И если вы уже не первый раз попадаете на мой канал, но все еще почему-то не подписаны, я очень рекомендую вам подписаться. Я не ожидала, что возьмусь за Мирмей в этом году. Последний раз это было года два или три назад. Тогда я еще ползала по болотам, чтобы сделать красивые фотографии с моими русалками. Это было весьма интересно, мокро, но не было никакого эффекта, потому что все они были достаточно сырыми. Но в этот раз я решила объединить то, что давно вам обещала, и Мирмей. Когда-то давно в телеграм-канале я сделала пост, в котором попросила у вас скинуть по три эмоти. Я хотела заполнить ими небольшой скетчбук. Кстати, который мне присылали апкрейд. Он непонятного мне происхождения. Бумага там фактурная. Грамм двести... Двести пятьдесят, наверное. И непонятно, для чего он на самом деле был создан, потому что, насколько я помню, инструкций к нему никаких не прилагалось. Но акварель по нему работала в целом нормально. И это мы уже проверяли с вами когда-то давно, когда рисовали блестящими красками с обзора товаров с Алиэкспресс, по-моему. Но потом наступил май, и я поняла, что можно объединить эти две движухи и использовать ваши эмоции для создания русалок в этом самом скетчбуке. Да, для меня челлендж, ну, своего рода, так сказать, укоротился. Потому что в скетчбуке ограниченное количество листов. Их явно меньше тридцати. Но поскольку и моде у меня было меньше тридцати, я подумала, что, ну, сойдет. Поэтому встречайте моих русалов. Да, я решила делать всех исключительно мужчин, сохраняя традиции рисования мужчин со времен хуманизации. Помним, любим, скорбим. Не все эмодзи удалось обыграть дословно, поэтому где-то я постаралась просто передать атмосферу. Да, в каких-то работах именно что я передавала эти эмодзи дословно, а какие-то послужили только, ну, скажем так, какой-то характеристикой для персонажа. В общем, сами сейчас все увидите. Здесь будет не так много русалок. Кто посчитает, тот молодец, потому что я забыла посчитать, сколько их. Их должно было быть больше, но произошел казус. Бумага оказалась односторонней. В теории я могла об этом догадаться, когда увидела, что на середине скетчбука акварель начала себя странно вести. Но меня это не остановило. Что я подразумеваю под странным? До этого я могла вести четкие линии, у акварели были четкие границы, и в целом было все весьма прозрачно и понятно. Но на середине скетчбука внезапно все начало расплываться и стало просто хаотичным. То есть я не могла провести четкую линию, потому что акварель пыталась как, ну я не знаю, вот как если бы в какие-то жилки ввести краску, вот так вот она расплывалась. Это было невозможно контролировать, потому что даже с маленьким количеством воды эта вся фигня растекалась в непонятные мне направления, и я не могла сделать четкие контуры. А как вы знаете, четкие контуры я люблю. Это могло бы меня остановить, но я все равно начала заполнять разворот этой страницы. И оказалось, что не только расплывчато здесь играет роль, но и то, что просвечивает другая работа. Просто если просветилась эта работа с дракончиком, я переживаю... А, она достаточно плотная по закрасу, насколько вы помните, если вы помните. И я просто побоялась, что заполни я какую-нибудь оборотную страницу с русалкой. Скорее всего, это все отпечатается не только с той стороны, но и с передней, так сказать, стороны, и я испорчу сразу двух русалок, поэтому я не стала так делать. Конечно, из-за этой ситуации были выходы. Например, можно было бы нарисовать на отдельных листах и наклеить, или нарисовать все графикой, но я так делать не стала. Почему? Изначально мне хотелось сделать единую серию в одном скетчбуке. То есть, что все должно было быть акварелью с небольшим лайном, линерами, и обязательно все должно быть в одном скетчбуке на бумаге этого скетчбука. Для меня это было принципиально. А выходы, которые я назвала ранее, в большей степени создадут франкенштейны. То есть, серия перестанет быть серией, если я вдруг перейду с акварели на графику, по крайней мере, в моем мироощущении на данный момент так. А вклеенные страницы в скетчбуке как будто бы, ну, немножечко нарушают целостность вот этого гладкого плавного повествования. Но все опять перевернулось ног на голову, когда я писала сценарий для этого видео, потому что я внезапно поняла, что я все-таки хочу доделать всех русалок. Потому что, на удивление, остались прям максимально интересные мне персонажи. Поэтому я оставлю для вас здесь такой себе клиффхенгер и попрошу перейти на мой телеграм, потому что именно туда я выложу оставшихся четырех русалок. Ссылка будет в описании. Я внутрь не смогла отпустить это бесконечное желание выполнять все челленджи от и до. Раньше это был вопрос жизни или смерти для меня. Я не могла себе позволить что-либо не доделать, а челленджи были для меня таким обязательным трудовым лагерем, и я должна была выполнить все дни, все часы отработать обязательно. Но, к сожалению, это плохо влияло на качество. Я думаю, вы понимаете, у большинства людей так и есть, когда ты делаешь что-то из последних сил, не имея на то уже большого желания, и идея была изначально продумана так себе, работа в итоге получается очень сырой, непродуманной, непроделанной, и вообще вы ненавидите ее до того, как она была создана. Сейчас мне намного спокойнее сделать ровно столько, сколько хочется, и по тем идеям, которые были придуманы. А еще раньше было принципиально делать все на отдельных листах, поэтому большинство своих челленджей я рисовала на отдельных листах. Это был и Мир Мэй мой последний, и несколько Инктоберов, и прочие всякие инстаграмовские челленджи, в которых я принимала какое-либо участие. В том числе мой собственный челлендж, который был по египетским богам, он тоже был сделан на отдельных листах. У меня этих листов сейчас охренеть как много, как будто бы даже не знаю, куда их девать, но я немного подуспокоилась, как и с прошлым примером, про то, что нужно обязательно выполнить все детали, все темы. Я рисую просто там, где придется, и это тоже здорово. Единственный минус во всем этом то, что я не могу сейчас это очень быстро отцифровать, а мне бы очень хотелось взять парочку русалок, например, на открытке. Но мой сканер окончательно подох, он и так был старый, и перестал коннектиться даже с моим древним компом. Поэтому мне теперь приходится сканировать мои иллюстрации в других местах. Это печально. Кстати, хотели бы получить открытки с этими русалками? Если да, то с какими именно русалками? Сейчас у меня уже есть заказ на один мерч. Ну, я говорю про заказ, имею в виду, что я заказала печать одного мерча, и он будет готов в июле. Скорее всего, я сразу сообщу об этом в телеграм-канале, и первые, кто сможет купить мне этот мерч, тоже будут подписчики моего телеграма. Поэтому еще раз ненавязчиво напоминаю, что это возможный повод подписаться. Постепенно я буду расширять ассортимент мерча, настолько постепенно, чтобы он не бил мне по карману, поэтому время от времени там будут появляться новые товары, которые вы сможете себе приобрести в качестве сувениров от меня. На самом деле, несмотря на то, что раньше я была чересчур категорична в марафонах, я постоянно принимала в них участие, и уверена, это помогало мне поднимать скиллы ежемесячно. Конечно, не хотелось бы вернуться к самобичеванию от невыполненного марафона, а вот к регулярным участиям не хотелось бы. Но марафоны, в которых я раньше принимала участие, кажутся мне теперь скучноватыми. Поэтому я ищу для себя новые варианты тренировок. Например, сейчас еженедельно стараюсь участвовать в скоростных набросках. Это невероятно полезно, а рифы подбирают классные, и темы, соответственно, тоже очень разнообразные. Хотя я люблю говорить об этом, что они разнообразные, но друзья, которых я позвала рисовать со мной, эти наброски, они начали жаловаться, что в большей степени мы рисуем людей. И только тогда я заметила, что это действительно так. Просто все люди разные. Ну, то есть, там, например, есть тема рук, портретов, людей в полный рост, костюмы с Мэтт Галла, например, были недавно. И для меня это все абсолютно разные темы. Но люди, которые не очень любят рисовать людей, подмечают, что все это все еще люди. Удивительно, я бы сказала. Практически невероятно. Ну, да, встречаются там и животные, и техника даже недавно была. Ну, просто действительно, возможно, самому организатору больше импонируют люди. Я вот лично ничего против не имею. По мне, так это отличная тренировка. Если хотите, если есть желание, я могу провести эфир на эту тему или просто поднять эту тему в видео. Почему это отличная тренировка? Я еще приглядываюсь к нескольким сообществам скетчеров и выбираю, куда отнести свои деньги за членство. Потому что мне хочется немножечко прокачать свой скилл в этом плане. Например, чтобы ярче, динамичнее изображать что-то в рубрике «Уехала рисовать». Чтобы это отнимало мне чуть меньше времени, но приносило чуть больше классных работ. Ну, и в целом я очень люблю и уважаю культуру скетчинга, обожаю смотреть работы скетчеров. И хочется, конечно, тоже освоить для себя такую штуку, чтобы любоваться своим рутбуком, например. Почему бы и нет? На какое-то время я вообще отошла от рисования и не скетчила, не рисовала. Я полностью ушла в работу, потому что для меня тогда, да и сейчас на самом деле, это очень важно. Это первостепенная, наверное, штука в моей жизни. И первая на вершине, я думаю, моих ценностей. Я даже видео практически перестала снимать, но я опомнилась. И я поняла, что я начала тонуть, вспоминала наши с вами мемы про выгорание и поняла, какого пазла мне не хватало для гармонии. Да, рисование. Чистого, некоммерческого рисования. Как бы я пытаюсь, конечно, чуть-чуть в коммерцию все это обратить, но, как видите, YouTube-канал у меня все еще маленький, уютный, не очень коммерческий. Такой же, как другие мои соцсети, где я чаще всего делюсь с вами именно моими рисовательными штуками. И иногда выкладываю какие-нибудь классные проекты с работы. Постепенно все снова встает на свои рельсы. Хоть иногда я снова пытаюсь зарыться в работу, уже по привычке. Стараюсь держать себя в тонусе хоть немного времени, но уделять рисованию и своим новым проектам, которые я сейчас придумала. Это будет разрыв всего ребятки. Это действительно для меня опора, и присутствие в жизни бумагомарания создает для меня баланс, который помогает мне не впадать в уныние, не загоняться, восстанавливать энергию, как хотите так и называть. Да еще и контент. Сколько плюсов, а я чуть было не забыла, что же это вообще такое. Сейчас баланс у меня выстроен примерно так. Так, в моей жизни должна присутствовать деятельность. Желательно ежедневно, кстати, все это нужно. Та деятельность, что приносит деньги. Это, ну, читайте работы, да, заказы. Второе, это то, от чего поджигается жопа и что принесет мне плоды в будущем. Это мои проекты. Это... Я надеюсь, что YouTube-канал тоже относится к этой деятельности на самом деле. Так же, как мой Telegram и запрещенную соцсеть. И третье в этом пазле, это то, что кажется ерундой, но восстанавливает здесь и сейчас. На самом деле, я жестко огрубила, потому что я никогда не считала рисование ерундой. Это очень полезно. С учетом, да, еще и учитывая то, что я как бы работаю иллюстратором. Да, для меня это суперполезно. Но именно рисование для YouTube или, например, рисование в стол, каких-то иллюстраций, которые мне просто нравятся, иногда, когда ты сильно сфокусировал на работе, кажется ерундой и бессмысленной тратой времени. На самом деле, все не так. Вот, как я узнала недавно с открытиями меня, великими открытиями, я изобрела велосипед. В общем, это дело все равно вносит вклад в будущее, улучшает скиллы, возможно, собирает аудиторию, ну, время от времени. В конце концов, может, кто-то захочет купить иллюстрацию. Кстати, да, я сейчас распродаю свои работы. Если вы хотели купить частичку меня, welcome. Ссылка будет в описании к ролику. Я отдельно оставлю там, чтобы удобнее было. Кстати, если хотите обсудить темы а-ля-баланса, там, выгорания мемного и прочего, послушать мои рассуждения по этим или похожим темам, я жду вас в телеграм-канале, поскольку я сейчас пытаюсь вести традицию еженедельных стримов, на которых будем рисовать и общаться на интересные темы. Я буду рада вас там видеть. Вот, и еще, наверное, скоро опрос создам. О чем поговорим на этой неделе. Из интересных наблюдений еще, пока рисовала, подумала, что раньше я преимущественно рисовала каким-то одним материалом и очень редко доставала какие-то другие для каких-то конкретных целей, например. А сейчас, ну, так, для понимания, у меня есть топка скетчей, то есть скетчей в плане набросков чистовых, которые уже готовы превратиться в полноценные работы. И на этапе, когда я только продумывала работу, я уже понимала, каким материалом мне будет проще передать то, что я хочу или, там, сделать в итоге максимально близко к тому, что я, там, у себя в голове напридумывала. Раньше у меня такого не было. Раньше я с трудом понимала, наверное, как вообще рисовать чем-то другим и фокусировалась в основном на каком-то одном материале. А сейчас я ими ловко жонглирую. Точно! Надо же вам еще про самих русалок рассказать! Как я и сказала, я взяла идеи из телеграма. Я оставляла пост, под которым просила скинуть по три эмодзи. Мы часто этим занимались. У нас были вечера скетчей, которые я, к сожалению, отменила. И я пока не знаю, буду я их возвращать или нет. Но сейчас я увлечена немножечко другими штуками. Вообще, есть идея челленджа, которую мы обсуждали на последнем моем эфире. Так что, возможно, я сама скоро организую какую-то штуку, где мы сможем вместе порисовать. Итак, три эмодзи. Для вас это дело было привычное. Для меня не совсем. Потому что скетчить я не собиралась. Я собиралась продумать полноценных русалок, спидпейнты которых вы увидите сейчас перед собой. Ну, изначально это, в принципе, должны быть просто иллюстрации, но я переделала все это в русалок. Итак, первым здесь был самурай. Я надеюсь, у меня получится поставить здесь эмодзи, которые прислали мне, чтобы было понятно. Эмодзи для него были самурай, призрак и меч. Тут я выполнила все дословно, поскольку одно с другим прекрасно сочеталось. Самурай-призрак волочит за собой меч. Так и получилось. Но там непонятно, призрак он или русалка. Но мы же знаем, что он в этом скетчбуке, правильно? Значит, он призрак-русалка. Здесь все логично. И вот ровно с него я распаковала свои дуд-карты Даниэл Смит, которые до сих пор использую. Кстати, их хватает реально надолго. И вмешивала их почти во все хвосты и плавники в дальнейшем. Название следующему я попрошу придумать вас. Потому что я без понятия, если честно. Эмодзи были «Жест коза», «Крутой челик в очках» и «Шляпа цилиндр». Кстати, я только сейчас поняла, что цилиндр у меня не очень цилиндровый. Эта шляпа называется как-то по-другому. Но знаете, что изначально по задумке там был цилиндр? Просто, возможно, у меня предохранитель сработал внутри меня, и я не стала просто за какую-то невидимую рамку этой работы переходить высотой шляпы. Тут, кстати, все тоже весьма банально, и эмодзи тупо превратились в то, что вы видите перед собой. Для крутости я ему еще жест такой из анимехи сделала. Знаете, когда очки блестят. Если честно, я не знаю, как часто использовать этот жест в аниме. Я и аниме это редко смотрю. Я просто в мемах иногда видела и подумала, что это типичный жест для аниме. А вот следующий был уже посложнее. По эмодзи. Кот, струя воздуха и жест такой, ну, типа, чуть-чуть. Я это все ловко повернула, и появился воздушный весь такой из себя парень, который держит на руках маленького котенка. И никаких пуков. Ну, я... Просто многие этот эмодзи используют как, ну, эмодзи пердежа. И я на самом деле очень редко встречаю людей, которые могут использовать этот эмодзи как-то по-другому. Мне кажется, у него только одно применимое значение, потому что как будто бы ветер не требует того, чтобы его так или иначе скрывали под каким-то эмодзи. Да кто вообще подумает, что это ветер? Это выхлоп, может быть. Но кто подумает заменять слово выхлоп эмодзи? У меня к многим эмодзи есть вопросы. Я знаю, что многие их просто хаотично расставляют, чтобы было красиво. Я знаю, что люди даже используют их сочетание, чтобы держать единство фирменного стиля. Например, я знаю, что есть условно такое правило в Инстаграме, что если у вас есть фирменный стиль и выверенные фирменные цвета, то вы используете эмодзи только в этих цветах. Звучит как абсурд и бред, но оно так и есть на самом деле. И для меня сейчас очень странным на самом деле является культ эмодзи, и я хочу в этом немножечко разобраться. Возможно, если я к чему-нибудь приду с этими разбирательствами, я вам обязательно сообщу. Вернемся к нашим коровам, вернее, к русалкам. Следующий набор был клоун, чашка, чая и опять жест чуть-чуть. Клоун я взяла как рыбу. Ну, то есть хвост русала. Он накрашен целиком в рыбу клоуна. И я ему еще рыжих волос добавила от клоуна. Ну, чашка чая все понятно. Чуть-чуть значит, что чашка чая маленькая. Ну, гениальная же трактовка, я считаю. Я все равно старалась сохранять все-все эмодзи и именно компоновать их в одну работу. Есть в этом скетчбуке только одна русалка, у которой, ну, вот вообще прям по-человечески ни одной эмодзи не выражена именно так, как оно было заявлено изначально, а перед ним была в целом атмосфера. В остальных русалках я пыталась передать все полностью. Кстати, именно с этого парня, с парня клоуна, бумага начала шалить. А я все не понимала, почему все расплывается, почему не получается проводить линию ровно, как на прошлых русалках. И только на следующей странице я поняла, что началась, как бы, ну, обратная сторона листов. Пам-пам-пам. А вот следующий как раз больше по атмосфере. Я про русалку. И я только вспомнила, что изначально хотела добавить до морского коня, чтобы обосновать коней. Ну, ладно, уже не суть. Эти три эмодзи составляют такой аристократический вайб. Поэтому картинку я такую и сделала. Как будто русал идет по затонувшему замку, стырив книгу из библиотеки. И освещает себе путь в свою какую-то келью непонятную лампой из рыбки с флюоресцентной удочкой. Ну, помните, да, такую страшилку типа удильщика. По-моему, у него тоже флюоресцентная удочка. Короче, у него удильщик там. Я вот только не помню, какого на самом деле удильщики размеры. Но он точно больше, чем вот эта вот фигня в банке. Насколько они большие по отношению к человеку. Мне теперь интересно. Надо будет загуглить. И в следующей русалке, кажется, потеряла эмодзи. Только сейчас вспомнила, что я хотела сделать как раз Сатурна. У русалки осьминога эмодзи были паутина, кальмар или осьминог, там непонятно. Кажется, это осьминог. И Сатурн, что курил автор, как говорится. Я просто начала рисовать осьминога и паутину между пальцев. И этот парень вышел настолько брутальным, что я подумала, что надо смягчить его углы с помощью розового цвета. И напрочь забыла о том, что там в целом был Сатурн, и как будто бы надо было бы его добавить. Да, я вспомнила. Я хотела сделать очень классные цвета вот этого Сатурна с помощью как раз своего... С помощью акри... С помощью акварели с грануляцией, которую из дот-карт, короче, хотела сделать. Но забыла. Забыла. Ну, он миленький получился же. Ну, скажите, что это оправдывает то, что я не использовала третий эмодзи. Зараженный русал у нас следующий. Эмодзи тут вирус, ножницы и череп. Ну, тут тоже все банально. На самом деле, череп я оставила на нем. Сделала его рыбьим. Ну, потому что негоже человеческий, наверное, человеческое лицо натягивает. Надо, ну, рыбьи взять, что ли. Тем более, весьма сложно было бы, наверное... Ну, может, в руках можно было сделать его вообще чудовищем каким-то, который сжимал череп человеческий. Шучу. Череп из 3D принтер, конечно же. ГТРП. Вирус я передала в ранах, как и ножницы. Ну, ножницы тоже про раны. Колоты. Дупым предметом. В целом, вот то, что вот эти вот звездочки на нем зараженные, они очень похожи на то, как на самом деле расплывался акварель. Это вот то, что вам пыталась передать. Словами, вот наглядно. Теперь, если, как бы, посмотрите этот спидпейнт и увидите, вот так вот, да, это примерно выглядит. И последний русал в этом скетчбуке, это спиди-гонщик, который тащит за собой покрышку. Эмодзи у него были медаль, машина и пердеж, опять же. Ладно, это, наверное, выхлоп был. Наверное, только медаль тут не получилось передать, но я сделала его по цвету, как молния Маквин. Это считается? Это считайте мне? И я напоминаю, что остальных русалок, а их осталось еще 4, ну 5, ладно, пятую тоже покажу еще раз, потому что она не попала в обзор скетчбука, который есть в конце этого видео. Я покажу в своем телеграм-канале всех остальных русалок и напомню про эмодзи. Ну и вообще, наверное, общую подборку потом сделаю, возможно, их отсканирую и покажу вам уже в отсканенном виде. Короче, не знаю пока, как я это буду делать, но вам точно стоит подписаться на телеграм-канал, если вы хотите видеть продолжение. А еще там же, где есть ссылка на мой телеграм-канал, есть ссылка на мой бустик, где я сейчас прохожу обучающие книги. Конкретно сейчас я прохожу книгу «Аня идиот стиля». Не рассчитывайте, что я там спалю все, что написано в ней, я все еще за то, чтобы покупать творение авторов, поэтому я просто рассказываю там свой опыт, свои эмоции, мысли и в целом этапы прохождения этой книги. Ну и рассказываю, чем там вообще занимаются, какие примерно упражнения и на что они влияют, чтобы вы могли точно определить, хотите ли вы заниматься по этой книге или нет. Вот, это две основные ссылки, где я, наверное, появляюсь чаще всего. Если вы хотите видеть меня чаще, то вам обязательно нужно перейти в мой телеграм, потому что там я пытаюсь посетить что-то каждый день. Иногда не пощуп, потому что думаю, что это не очень интересно, но потом пощуп, потому что думаю, что да какая разница. Это мой телеграм-канал. Спасибо вам большое, что посмотрели это видео, делитесь, пожалуйста, участвовали ли вы в Мирмеи в этом году и будете ли участвовать в следующем. Может быть, стоит составить свой Мирмеи? Я вот про это сейчас думаю и думаю, в следующем году я обязательно это сделаю. Рассказывайте, понравились ли вам мои русалки? Какую русалку вы забрали бы себе домой? Какой русалке подарили бы ноги? А какую пустили бы на суше? Жестко сейчас было. Спасибо вам большое за просмотр, увидимся с вами в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok